Валерий Константинович 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 Ага, вот она Валерий Константинович 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 обсуждали эту тему и даже на вебинаре показал. Другие фото. Там, ландшафт. Вот. Это вы прислали, как? Взяли, спилили и сказали, вы патологоанатом объясняете. А что там объяснять-то? Вот. Тут объяснять нечего. Вот еще одна. Видите? Лесная красавица дала урожай. Даже раз чего? Объясняю. 90% 100 не беру. Но лесная красавица она от меня. Так. Вот. Что там было, уже успел забыть. А, абрикос не мой. Не, не, не мой. А лесная тоже неизвестно. Сейчас же вообще под меня подстраиваюсь. Вот. Если уже лесная, значит полстраны продают лесную. Так вот. Уточнять я не стал, забыл. Но если до воды метр два, она должна начать погибать. Потому что у нее сердевой корень. Если это мое. У груши, да, сердевой корень. Вот такая беда. И у абрикоса сердевой корень. Вот. Он просто не произносит. Наверное, здесь можно было сделать, пригнать автомобиль с этим несколько кубов земли. Насыпать вот такое холмище. Возможно, и сейчас бы абрикос этот жив. И груша бы выглядела получше. Вот то, что я хотел сказать. Я не гарантирую, что я прав. Это предположение. Вот. Помню фотографию вашу. Вот. Участки в низине. Так. Ну, а теперь знакомимся еще раз с этим человеком. Казань Колесников убедил меня, что с таким людьми надо дружить. Благородство необыкновенное. И вот друг оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Здоровье. Откология, операции. Но Колесников для него оказался настоящим другом. Вот. Телефон пока один. Казань. Я бы казанцам сказал. Да для вас дружба с Антоном Вячеславовичем была бы ценной. Знаете почему? Да у него не сад. Тогда что у него? У него ботастический сад. Чего у него только нет. Чего у него только нет. Это вторая причина, по которой я его зауважал. Вот. И вдруг он мне пишет. Еще мне нужны будут черенки вишни. Так как... А это очень важное письмо. Так как в округе все вишни выродились. Нужна свежая кровь. Свежая кровь это мои слова. Лет 20-30 назад были отличные урожаи. Это Казань, ребята. На Волге. А сейчас везде единичные ягоды висят. В основном у всех вишни Владимирска. Одна из причин вырождения, я же говорил. Близко родственные связи. Ну и персика можно 2-3 черенка. Один черенок 300 рублей, 2-600, 3-900. Готовы платить? Если... Есть может быть не хасанского, а минусинского или другого сорта. Вот. А черенобаев уже все знает. У черенобаев может быть есть черенки. Вот. Он мне обещал полсоти черенков, только я не утащил какого дерева. А так как у меня Сергей пообрезает деревья, я своих-то срежу. В общем, для страны это очень мало. И сотни не получится. Пешиком сначала никто не заинтересовался. Я всем предлагал сеянцы Юлия Сергеевны. Мне многовато было 10 штук. А сейчас просят из кучека, саженцы уже нет. Вот так вот. Так вот. Антон Вячеславович, так вот, гражданин Коресникова, сами не собираетесь выращивать на продажу? От вас я получал самые нормальные черенки. Другие присылают какие-то бздинки. хорошие слова. Первый раз ненаучно явно. Извините за выражение. Вы такие в костер бы отправили. Отправлял? Ой, сколько я отправлял. Если бы я вам все рассказал, сколько потратил денег, лет, боженьки-то мой, никто до сих пор не научил людей. Вот вся страна сейчас уже не так. Время ушло, люди поменялись, кто в могиле, кто бросил дачу. А молодежи нахрен не надо. Но в те годы это была вся страна посылки шли. И везде гнило или сухое. Гнило или сухое. Вы представляете, что было? А так, чтобы один кто-то правильно показал. Ну как, все равно учился сам, как я учился сам. Вот. Выбрасывая гнилые посылки. научился, начал зарабатывать деньги и не подвел ни одного человека. Были же это? 3-4 месяца. Было момент, когда Санкт-Петербург, а тогда еще Ленинград, шло по 3-4 недели. Вот до Москвы 5-10 дней шло. А потом как будто там на телегу перегружают и телега поехала еще 600 километров. И все равно же мои не пропадали. Убедился. Надо научить других и будем учить других. Но еще раз, я один все равно не научу, через месяц будет 500 просмотров. Это смех, это слезы. А в это время тысячи посылок будут выброшены с проклятием и деньги выброшены. Поняли? Вот. Вот именно надо всесоюзный урок. Есть у нас всероссийский урок. Это диктант, кому он нужен, кто станет умнее. И много чего еще было. А должно быть так. Я говорю про будущее. Когда-то может быть тот же самый Кутуков, который сейчас стал губернатором. Непонятно, то ли вниз пошел, то ли наоборот вверх пошел, то ли поработает сейчас в административной должности подседовки и станет этим премьер-министром, учитывая, что считается, он же считается этим министром, он сейчас губернатор Краснодарского края, он же считается, считался вундеркинд, а это мой брат, потому что я лучший ученик школы номер семь города Норильска. Но я не был вундеркинд, у меня по русскому языку в аттестате тройка стояла, вот, но все-таки мы как родные братья, вот, а потом я в металлурге, а он бы эти самые, и там я не пропал, а он стал этим, и я вот подумал, а следующий будет премьер-министр, допустим, и тогда в стране, президент, это такая должность политическая, оно же хозяйство в стране, вдруг будут объявлены уроки всероссийские, и вот на таком всероссийском уроке вся страна будет учиться собирать посылки, чтобы миллион человек отправило второму миллиону посылки, и они ни одна не пропала, и смотришь, а нам без этого нельзя, вот так вот, сколько я за это, ну, сотню, на сотню мне не хватит, черенков, полсотни посылок я вышлю, так, значит, кто-то будет у кого-то доставать, ну, как правильно посадить, ну, можно же по центральному телевидению, ведь какую дурь показывать по центральному телевидению, это страшно, я сейчас бы повыгонял к чертовой матери, всех этих самых, этих каналов, это жуть какая тут, что сегодня творится-то, это какой-то сумасшедший дом, когда включаешь центральное телевидение, а самое элементарное, что даже, я уже не говорю, что надо именно учиться черенки высылать, я просто пример привел, это у меня наболело, и вот когда-нибудь, может быть, новый министр, или там даже премьер-министр, может быть, послушается, и таких советов мы ему надаем сотню, смотрит, что-то звенится, и отравы не будет больше, Валерий Косинич, добрый день, Юматов на связи, держите за стол, ребята, я в этом году планирую выписать, у вас щенуки 150 штук, знаете, я так обрадовался, вот теперь это, зачем мне 15 посылок отправлять, у меня же есть минимум десятка, значит, это он заказывает с беда один, ура, и работа, один раз вот столько отправил, такой вот веник такой толщины, все, заработал, а я думаю, а что за остальные-то, ведь бить меня не смогут далеко, а проказать мне многие будут, вот это я хотел сказать, так, теперь, интересно, я когда, ну, Амур, ладно, Амур ничем не спутаешь, Бай не спутаешь, академик и так разошлись, вот на одном академик круглый, на другом этот самый, похож на этот, как это, ну, в общем, вот форма, видите, классическая, вот, показываю, вот, а на другом кругу, на третьем, чуть ли не квадратный, я как-то я для смеха и такой показывал, кубик, помните, вот, и тогда получается, что с разных деревьев, разные ветки, но мне кажется, это даже интереснее, когда, черт его знает, а что у него получится, с моего академика или крупноплатного, ладно, это я просто прокомментировал самый крупный заказ этого года, так, сейчас, одну минутку, дело в том, что бывают такие письма, которые, как бы, в тему, сегодня мне кто-то грозился звонить, я говорю, у меня вебинар будет, Валерий Константинович, здравствуйте, напоминаю, что мне нужен прививочный ножик, и еще у меня вопрос, на сеянец, амура, можно прививать априкосы, и насколько он ниже и хуже по морозостойкости корней, чем манжурец? Так, значит, вот смотрите, это не заслонный казачок, про новый человек спрашивают, я бы ему это объяснил бы в частном порядке, сыроватка, Олег, мой земляк, зимой будет делать ножи, когда наступит настоящая зима, и он забудет, что такое другие проблемы, вот, тогда через месяц-два повторяйте вопрос, потому что сам не знаю, но он сказал, буду делать, вот, дальше, за счет амура, амур, это, оно как бы, у меня, естественно, амуры привиты на манжурцев, это понятно, манжурец передает мощный рост, манжурец передает ему морозостойкость, другое дело, сохранилась и она уже в привитой части, когда мы веточку отрезаем амура, и теперь раз, или берем, все, ну, ну, там, скорее, да, но, косточку-то берем уже с привитого дерева, теперь у него, ну, наверное, когда-то амур имел морозостойкость, где-то 30, у меня 40 и больше, за счет подвоев, я не спорю, что имеет косточка, если ее взять, вырастить, и на нее привить культурный, еще более культурный, самое главное, это будет ли он более морозостойкий, внутренний голос говорит, будет, почему, потому что он уже растет рядом с мажорцами, и сама косточка, как правило, уже гибридная, а дальше мы берем 10 косточек, допустим, два от королевского, переняли качество, а королевский это Франция, значит, он может быть в несколько градусов хуже, морозостойкость, а с другой стороны я пылял манчжуриста, да наоборот, теперь он это самое, можно в качестве подоиспользовать, а какой именно? А я никому голову не моррусь, я ничего не обещаю, вы выписываете Амур, привели на него культурный, и ждете чуда, например, культурный прекрасно развивается, угадали, значит, у Амура в генах есть манчжурист, привод замерз, а погубить Амур вы не сможете, в средней полосе тем более не сможете, значит, остается что, просто брать количество, насадили через метр, привели, что-то, схожесть, вы знаете, у меня какая, под 100%, я не раз показывал, тогда получается, полсотни посадили, 40, растет, как ни в чем не бывало, ходили 20, привейте, ходили все 40, привейте, на каких-то не прижилась, на каких-то замерзла, но подвой, он вам такие результаты даст, что все равно, в любом случае, сад у вас состоялся, вот так, это я со всем своим красноречием и отвечаю, так, а он меня слышит, не слышит, вряд ли, потому что, это письмо, я не ждал его, значит, он просто сидит где-то там, другими делами занимается, и задал вопрос, так, кто же из вас писал эту фотографию, ну-ка, сейчас, не колесиком ли, а, Антон, ваше, нет, а я сделал специально, вот он с наклончиком, вот он, холм посажен, а, это, наверное, это не Юлия, вам прислала, очень меня напоминает Юлия, а я взял тогда, несколько Юлия, их посадил у себя, вот один, напоминает, что, а дальше пойдет речь про укрытие, все-таки, пешик из пешик, я все укрывать не буду, но сейчас укрою, поэтому, смотрите, вот он, видите, эти колли, ничего не нужны, или накрою сверху, а потом у меня будет отдельный фильм, вот, и ждите от меня фильм о Чернобаево, он обещал позвать меня, когда будет укрывать, я сделаю фильм подробный, с лапником, там, с этим, грилем, со всем, акрилом, или акрилом, а пока, у меня, сажаются вот такие маленькие, или здесь будет коробка картонная, или, вот, прям сверху, он будет накрыт, в виде полога, в виде, как бы, палатка получится, накрыт, стеклотканью, я стеклоткань испытал 30 лет назад, до сих пор, считаю, что, ей равных нет, вот этот способ, согласитесь, одно, сверху они были накрыты, так, вот этими же бревнышками, одним из двух, вот, и, уже привыкла, вот такому положению, горизонтальному, сенис привык, тогда я подложил снизу, чтобы не прело, не это, земли не касалось, вот вам, пожалуйста, что остается делать сверху, надо кинуть этот же самый полог, вот, из стеклоткани, я все это покажу, потом, значит, ну, а раз губу раскатали, иметь такие же перчики, вот, я сделал отдельный фильм, вы видели, мне это, дело в том, что у меня был зад один вопрос, сколько в килограмме вмещается, сколько в килограмме вмещается косточек, оказалось, что все две, это у меня уже, вот, сейчас тут две, ну, попросил меня земляк, с узкой области, Валерий Александрович, он там монополист, я тут монополист, пока я, скоро монополистом не буду, вот, Мезинов, ваша работа, Макар, ваша работа, не помню, еще похоже, ездил в этом, в Башкирии, еще кое-где, вот, вот, откуда монополисты новые берутся, так, 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 а я вот это, эти, у меня их сейчас всего, сейчас напасовано, ну, меньше тысячи, и все на этом, на этом моя заканчивается монополия, должны быстро меня обойти, очень быстро, вот, ну, Украина пока отрезан ломать, лучше бы все, что производит, мой друг в Сумской области, сали, мой земляк, Валерий Александрович, шло сюда, на север, к нам, потому что, упор он сделал, на, на, Хасанский, на мой, клон, вот, ну, и отличайте, значит, Новосельский, Хасанский, Минусильский, и так далее, так, кстати, думайте, я сейчас буду вас призывать, купите у меня, дорогие, 10, 100 рублей, косточка, это, считайте, доллар, вот, украинцы не мечтают о такой цене, но, если бы я захотел, было бы у меня вторая тысяча, так, вторая тысяча, я бы уже по 100 рублей бы не продал, так бы мы не остались, спрос очень ограничен, да, берут, вздыхают, покупают, как правило, бывало, от 3 и до 10, как правило, косточек, вот, и цены для нас, небогатых, все-таки, придержные, ну, когда уже смотришь, вот эту фотографию, кажется, что 100 рублей, чтобы выросло вот такое чудо, неукрытое, на 4-5 лет, вот, уже не кажется, что 100 рублей, это деньги, я тут говорю, дайте мне самую дешевую зажигалку, там, печь, красота, блядей, 50 рублей, так, ну, этот, Хасанский, Минусинский, так, здравствуйте, Валерий Константинович, можно спросить у вас, по саженцу абрикосу, можно, пятилетний саженец королевского абрикоса не зацвел в этом году, а в прошлом обильно цвел и с плодами зазвели последующими, они опали все, сил роста не хватило, скорее всего, не опылил, некому опылить было, суть вопроса, нормально ли, что абрикос в этом году сразу в листу пошел, и другие саженцы, тоже без цветочек почек, бывало ли у вас такое, за ради спасибо, во-первых, через год у меня такое случается, да, уже казалось бы на четвертый год у меня плодоносит, а на пятый год пустой, еще и не цветет, вот, это для меня нормально, другое дело, смотрите, у вас он пошел в листу, это значит, что пропустил год с урожаем, еще год, если его будет чем опылить, почти не говорит, потому что рядом что-то еще растет, супруги есть, можно про это ни слова, так вот, а нет, другие сорта без цветочек почек, ага, значит, все-таки он не одинок, так вот, это хорошо, что другие сорта есть, значит, еще годик, и вот то, что пошел в листву, это значит, что он потом даст три-пять раз больше, чем если бы он раньше времени дал плоды, я всегда утверждал, утверждаю, первое, у каждого дерева, плодов, абрикос, лива, вишня, должно быть детство, просто детство, оно должно само достичь взрослости, второе, ни в коем случае не приближать, с помощью этих дебильных обрезок и прочее, 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 не стимулировать при смерти урожая, слово при смерти урожая, эти все специалисты не знают, оно родилось в моей голове, после того, когда я убедился, что искоречное дерево дает урожай, чтобы продлить свой рот, и это считая ура, дальше с одного года за обильным урожаем смерть, никто не связал с тем, что искалечили его, поэтому я вам аккуратненько отвечаю, вы спрашиваете, нормально ли? Я отвечаю, нормально, лишний год без плодов, зато потом, ой, какой у меня вопрос, какой у меня случай, а знаете, как я учился, вроде бы единичный случай, ну, что-то дает, и так, когда я купил дачу, начинал с 10 соток, там было 5 войлочных вишен, из них, после соревнования зимы, осталось 3, 2-2, но кислых, вот, а яблонько привито, была одна, это был белый налив, он был мне по пояс, и вот этот небольшой деревце, дало мне 40 плодов, и мы этих 40 плодов, привитый белый налив, 3 ветки вот так были, газонтальные, еще вот так склонились, 40 плодов, мы их ели зелеными, то есть, мы не могли дождаться, это был 85-й год, невозможно было дождаться, пока они вызовеют, и даже вкус они почувствовали, ели зелеными, кислыми, вот, наверное, догадайтесь уже, отрываем, ведь я же, простите, я отвечаю на вопрос, с помощью своего опыта, сказать, да нет и все, тогда на этом вебинаре кончится, если отвечать только, да нет, вот, так вот, отрывали, и, наверное, попортили плодовое образование, те самые, плодушки, капецаж, порцы, разное название, плодовое образование, наверное, попортили, но это еще не все, и вот после этого, на следующий год я ждал 100 плодов, ноль, в 80, ну, в общем, в следующий год, ноль, еще год ноль, вы представляете, после этого, преждевременного урожая, который я, что я делал, отрывая, да мне стыдно говорить таким языком человеческим, а то сразу мощься будете, догадались, о чем речь идет, вот, когда срываешь, это самое, незрелое, три года тишины, и на четвертый год, мощное дерево, оно три года росло, 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 оно дало 10 ведер, отборнейших, а тогда, видимо, подвой сработал, я потом еще про бабушку расскажу, откуда берутся подвое, и почему, видимо, этот гулят существует, куда же без гулята, и вот тогда, ко мне, это, уже приезжают ростовчане в гости, просто знакомые, уже тогда по Сибири любили гулять, это, ГЭС, запускали в этот год, вот, и я их, а у меня одно дерево, три года, а остальные деревья, то еще только набирали, это, и, они сказали, а у них была розовая, так, знаете, они были розовым, таким оттенком, на солнце, розовая, красоты не обограданная, и очень крупные, вот такие вот, и много, и крупные, и меня ростовчане сказали, мы в жизни таких вкусных яблок не ели, а я еще тогда не собрал, то, что привез ко мне информацию Курдюмов, Курдюмов, ни хрена там нету в этом самом, довели садоводство до этого, до такой груди, его слова, и клянусь Богом, Курдюмов, у нас яблоки имеют вкус картофеля, вы попробуйте картофель, попробуйте, вот сейчас сырой, сырой, и вот получается, что три года ничего, а потом десять ведер, а потом у меня есть, ой, старые фотографии, там такие урожащие были, только одна беда, уже не хватало сахара, у нас, на эти тысячи плодов, которые измельчали, 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 вот, но сама суть, уже тогда, я понял, ребята, оставьте деревья в покое, надо будет, заплодоносят, вся вот эта, королевская рать, учит, калечить деревья, доведите их до, быстрой смерти, вот, не понимая, что при смерти урожай, он на той при смерти, вот так вот я, это опять, как мог, так рассказал, угрожай, извините, сейчас я с вами пропущу, вот эту тему, час прошел, почему, дело в том, что реакция была, на мое это, и так я предложил, насильно, никого не спрашивая, с помощью лотереи, раздать всем по гектару земли, всем 120-150 миллионов россиян, хочешь ничего не делать, хочешь даже не идти, вот, потом, значит, естественная реакция была, вот, это вы можете даже почитать, дело в том, что давали же землю бесплатно, но это было связано с такими подными вещами, с подкупами, с этими самыми, со взятками, вот, с, эти, под это дело брали кредиты, не возвращали, сами кредиты, ну, вы же знаете, что такое кредит, ну, как можно быстро вернуть кредит, если не быстро, а ты потом, это, банкрот, а если быстро, ты что, как успеешь, земли-то заработать, разве можно быстро, и вот это все привело к тому, что сама идея была почти похерена, но, я железо, просто сейчас скажу, что я бы сделал, я бы под это дело специально задам, 10, 20, 30, 40 пунктов, начиная с того, что я, этот президент России, вот, начну, естественно, с расстрелов, это понятно, иначе ты мне порядок ненавидишь, вот, скажите, человек обманул бабушку, я не буду долго говорить, вот, бабушка зарабатывала свои гробовые деньги, допустим, 100 тысяч, всю жизнь работала, и последние 10-20 лет взяла на пенсию, откладывала, не было денег там на это, и вдруг в какой-то момент ее обманули, и эти деньги с ее карточки пропали, и она зарабатывает инфаркт и умирает, скажите, вот этот человек, который сейчас на эти деньги ест, пьет, там, может, икру ест, может, это, еще что-то, автомобиль себе купил, он имеет право жить? Я это называю генетический мусор, вот, сейчас такие люди, их достаточно много, а они, как правило, ну, знаете, что такое, нанятие адвоката, затянуть на годы, это самое, потом срок годности, истек, этот самый, вот, сроки наказания, и все, вот, и борзеет все больше, 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 от этого зависит жизнь стольких людей, когда идешь по улице, а улыбки закончились, нет улыбок, нету, понимаете, из таких случаев, в центре электричества, нас не сидит, она рассказывает, как били опять женщину, ни один мужчина не заступился, это вот, эти дни, да, и много, порядок не наведем, так и будем ходить, хмуро, и мало жить, а почему, в свое время, было принято решение, это, увеличить срок жизни, и были приняты, там, поднять медицину, а сейчас она, еще больше платная, и так далее, в общем, все дело в том, что, если мы не будем расстреливать, хотя бы, мусор вот этот расстреливать, генетический, вот, а потом, вы представляете, что можно делать, когда никто не сожгет, как мотоциклисты, сожгли мой сад, потом заработанный, вот, понимаете, я-то все понимаю, сейчас выхода нет, но, если у человека не будет своего гектара, ему не за что держаться будет, у него нету родины, нету, понимаете, нету, вот, что самое страшное, а раз родины нету у него, значит, ее защищать нечего, вот, хотя меня покритиковали, видите как, но, я все равно хочу, целую эту, а для кого это надо, а может быть, для того же этого, губернатора Краснодарского края, станет премьер-министром, вот, ладно, высказался, я, короче, это пропускаю, так, идем дальше, а, ну, это как раз, это земля, которая уже никогда не будет, этой самой, плодородной, все, вот, и еще такой момент, если завтра война, если завтра поход, это, это, тоже, очень важнейшее дело, значит, вероятность того, что война усилится, и дойдет до, к нам буквально придет, очень высокая, вот, поэтому, на всякий случай, я понимаю так, если ты мужик, купить двуствольное ружье, кортечь, страшная вещь, потому что, с этого вы можете не попасть, с трех линейки, или там, я образно говорю, с этого, а с дробового ружья не промахнешь, нет, раз, помните, я вам поглял фотографию, что я детей учу стрелять, вот, дальше, значит, побежище, ну-ка, где они, вот, противогаз, вот такой вот, где он, вот, дальше, дальше, если ты живешь в высотке, тебе там и сдохнешь на ней, если зимой отключится электроэнергия, и на улице будет минус 40, и в твоем этом, в железобетонной коробке, тоже будет минус 40, а на чужую дачу не пустят, миллионы мигрантов будет, в общем, вы поняли меня, да? пропускаю, хотя, столько бы он мог рассказать, столько бы он мог рассказать, давайте к садово свернемся, и так я получаю, вот, эту фотографию, ух ты, час прошел, я пойду, пяточек подолю, да и вы отдохните от меня, а то я столько, на бедное голову свалил, вот, сейчас, я пустую, две трех минуты, два трех минуты, и так я думаю, Продолжение следует... 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 штампа, само тело подмораживает. И туда уже сок не идет. И кто вам сказал, что он долго протянет от саженца? Значит, что получается? Сейчас, если вы живете где-то в южных краях, тут душа у меня развивается. 50 на 50. Оставить, снизу обрастет дополнительными ветками. Пусть себе растет. Уже сразу не обрезали, а уже, считайте, год прошел. Или лето прошло. Вот обидно, да? Что тогда из этого следует? Я, наверное, бы все-таки отрезал бы все это. Почему? Когда вот это все идет, 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 вот здесь уже полноценные кроны. Не ждите. Сразу формировка длинная, без обрезки. Это уже была ошибка. Я за второй вариант. Отрезайте половину и ничем не думайте. И теперь за что я хотел, чтобы от меня получили? Который раз Арматурина, видите, бита? Никто бы не увидел, я вижу. И что я скажу? Она и пробивает, вот он снег, там ниже, если человек меня послушался, то там ниже нет чего. то есть там ниже есть еще и дерн. Вот этот железно-арматурина пробивает обе линии обороны от мороза, снег и дерн, и по ней мороз уходит туда вниз. значит, вы знаете, я не знаю, где, кто, когда это делал, вот, кто, где, когда это делал, или делал он, или, ну, с ученых, где это, в каких краях. Ну, вот то, что они, ну, кто-то пишет, в арцузской корне 9-11 градусов, ну, один раз считал 20 градусов. А у нас бывало как? До Нового года уже минус 40, и ни одной снежинки. Это значит, что на глубине, вот на такой, где корни, если не 40, то 35, это точно. А деревья живы. Это уже обман какой-то. Но тем не менее, с помощью, туда отправлять мороз, с помощью арматурин вот таких вот, это очень опасно. Тогда здесь будет 40, и там будет 40. А если они правы, если там всего 15-20 градусов, выдержит, значит, померзнет? Ну, вам-то проще, я вам уже что ответил. Выдерните, пожалуйста. Арматурин, видите, я прав. Вот. Ладно, с этим разобрались, теперь еще. Кто-то сейчас в уголочку высветилось, и кто-то вебинар упомянул. тут речь идет о бесплатном гектаре. Сегодня я больше к этому вопросу возвращаться не буду. Вот. На меня в таких случаях обижаются. Давайте, вот сейчас я дал ценнейший совет. Вот. Знаете, почему? Опять открываю, не буду говорить, какое это. И опять фотографии. Ладно, одна арматурина. Три-четыре арматуры втыкают вокруг, обвязывают, и это называется сохранение дерева от того, чтобы оно упадет. И три-четыре арматурина, они заморозят корни 100%. Вот я вам один полезный совет дал. Так. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Черешня, это один из видов вишни, вишня птичья. Опа, кажется, Тимофей. Секундочку. Заходи. Так, продолжаем. Ну, что вишня птичья, это я не такой же начитал, но я это первый раз читаю. Годятся для ее опыления другие виды вишни. Вот. Это был первый вопрос, всего их три. Значит, отвечаю. Общее принято. И я когда-то, ну, вы знаете, когда мы начинали, вот примерно в 82-83 году, еще раньше, чем я сюда приехал, появился журнал «Прицательное хозяйство». И вот я взял вычетов, что вишня пыляет черешни, черешня пыляет вишни. Ну, я подумал, подумал, у меня даже было превращение черешни, вишни, вишни все, даже превращение с помощью прививок, они качественно менялись, допустим, прививая, ну, в общем, не буду сейчас деталей вдаваться. Вот, тогда получается, почему они не опаляют друг друга, если для меня черешня – это вариант вишни. И я просто поверил в это. А проверять я не могу. Я говорю, надо же, как проверять, 100 штук там посадил отдельно, 100 штук вместе, сравнить урожая. этого не делал никто существует, поэтому у нас, в принципе, и нет ни хрена садов, что все верят всякой ряду, которая когда-то взберла в голову, и так и осталось. Поэтому на 100 лет вперед ошибки. И тогда получается, что я в делу проще. Вот. Вишни, черешни, метр, полтора, вишни, черешни, метр, полтора. Какие-то погибли, какие-то не прижились при вишни, какие-то выросли. Вот. Нет проблем. Поэтому я говорю, садите вишни, черешни, в перемешку и поближе. А что потом сильно густо будет, это уже второй вопрос. Вот. Это знаете, только к этому самому. Попробуйте догадайтесь. В жизни не догадайтесь. Когда Вовочку спрашивают у учительницы, сколько будет это самое, дважды два, то есть не спрашивают, а утверждают четыре. Вовочка говорит, неправильно. Как? Все знают, четыре. Нет. А сколько? Вот. Дважды два, это, то есть два плюс два, это три плюс один. Вот скажите, что он не прав. И так получается. Хотите, как каждая третья будет вишни среди черешин, а если культивируете эти самые вишни, то пусть черешня будет среди вишни, вот он и опыление, и благородство. Про благородство я рассказывал. А если вы еще на вишню привейте, нет, черешню привейте на вишню, то вы уже будете в райском саду. Следующий вопрос. Есть ли черенок красной черешни успешно привить на желтую, годовалый подвой, изменится ли цвет ягод? Это вы нам расскажете. Вероятно, что изменится, существует. но это будет зависеть на столько этих самых. Как бы я это сейчас скажу? Ну вот представим себе, что 10 привили, 9 мертвы, а мне приходилось 10 привать, и все 10 мертвых. А теперь представим себе, что 9 мертвых, а 10 жив. А красный и желтый, они еще частично несовместимы. Так? Тогда получается, что какой будет жив? Наверное, желтый на желтую привитый, а красный на красную. Поняли намек? Вот. Значит, прививайте, а потом нам расскажете. Вот весь ответ. на корневую порцию из-под двоя череси, это вопрос, на корневую порцию из-под двоя череси, лучше прививать похожие сорта на то, что предпод двоя. Ну тут, конечно, сразу да. Вы упомянули, что прививка на корневую порцию или сам факт роста нового проводника, даже без прививки, нового, будет последствия неустойчива к сильному ветру. Любая прививка неустойчива к сильному ветру. Так. Значит, желательно, чтобы сорта были подходили друг к другу с точки зрения биологической совместимости. Тогда получается так, если вы имеете вишню, на неё удача привитая черешня. Так. Она даёт отводки в метре выросли, два метра, три, четыре. Вот. Конечно же, хотите иметь в сад, тогда берите с этой привитой черешни, получается, расцветку взяли родственника, растим родственника, и окорневый отводок общий с мамой у них пуповеда соединяет. Вот правильно, вот это и есть идеальный случай. Лучше привать похожие сорта, но тут же привык подвою. Вот. Тут дальше есть немножко некорректный вопрос, я не буду сейчас это, вы сами пишите, я не очень понял, то есть, вы не поняли, задавая вопрос, а я не понял, что вы имели ввиду. Но самое главное, вот тут сказано, лучше привать похожие сорта, на то, что привить подвою. Убираем знак вопроса. Напомните, пожалуйста, в зимний период вы, кажется, черенки отправляете, в какие месяцы. Ну, что я скажу, ну, вот, допустим, сейчас я, например, знакомлю вас с погодой на сегодня. Вот у нас идет теплый, 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 и в субботу будет 20 за 20, так? И все равно это еще зима неустойчивая. Вот здесь вот, она у нас каждый год разная. Я рассказывал, были морозы, я как на всю жизнь запорнул, потому что погреб не закрыл, вот, и у меня там бедер 23 с картошки померзло прямо в погребе, потому что на ноябрьские праздники было минус 20-25, а я не мог приехать, с работы не отпускали. Вот. А тут, смотрите, вот они, праздники ноябрьские, и пошли. Теплый, 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 теплый. Значит, до этого момента, если ничего не изменится, я уже точно не буду нарезать. А вот, в лучшем случае, 4 ноября, но еле перестрахуясь, вот там, за понедельником, что будет, торник, среда, если там будет устойчиво, 15-20, вот тогда начну резать. Вот. Так что, я не смог ответить вам на вопрос точно, потому что, я сам не знаю, погода непредсказуемая. Это, а, если вы спросите, какие месяцы, отвечаю, 2-я полная ноября, это чаще всего. Так. Зимой, а, человек увидел мой фильм, когда профессиональный лесорубль пепелил совершенно здоровые, мощные абрикосы, даже культурные, освобождающие сады. Вот. Вы поняли, почему они равнодушны, того, чтобы каждому по гектару дали. Вот. Хотя мне тут же сказали, народу этот гектар нахрен не нужен. Это что, получается, что мы уже совсем это деградировали? Если человеку дают гектар, а он даже не поедет посмотреть. А вот в этом место красоты не описуемое. А? Так вот, мне пришлось пилить несколько десятков абрикосовых деревьев. Вот. Немножко сливовых, немножко яблонюх. Вот. Ну, там уж, в принципе, чего не жалко. Вот. Но абрикосы было жалко, сердце болело. Вот. И вдруг человек пишет, зимой мы спилили, черепи подрезать. Самое интересное, что те же абрикосы, которые лезут, черепов уже не давали. Все. Их последний этап. И тут я подвожу вас вот к какому-то, вот к такой черте. То есть, значит, очень серьезные люди, ну, они серьезные, там, по своим должностям, званиям, с погонами, утверждают, что на прививку надо брать киса взрослых деревьев. А я беру с двух, трех, четырех, ну, максимум, пятилетних. Вы помните просто, если фильм снимали, там, вот, допустим, 20,5 метра отрезал, получили три пошло, или четыре, или две. Ну, чаще три. Уже не 20 метров, а полтора метра. Я их обрезал, каждый распушился. Ну, еще короче, еще год, еще короче, и, наконец, уже вот такие вот пределы. Но я их еще усылаю вот такие, ну, полметра, чуть больше. Верхушки отрезаю, вот, остается, путь, допустим, полметра, 50 сантиметров, и эти еще годятся. Ну, дальше они еще короче, еще короче. А как я возьму со взрослого? Почему меня учат? Почему я должен слушать? А вы со взрослого срезаете? А как я срезаю? Там их нету. А если есть, они полноценные. Я получал неполноценные. Вот. А вот это упрек кто-то из вас. Видите, я убрал фамилию. Вот. Сверки могли бы нарезать. Ну, хорошо говорить, но не было там сверков. Вот. сверхи. Вот. Продолжение следует...